Была моя дурацкая идея по поводу того, чтобы задать этот вопрос. Значит, ну что я могу прокомментировать? Значит, вот рисунки 1 и 2 вот в этом углу, они, да, они, наверное, да, похожи. Они как бы смысловое значение слова передают. И, может быть, действительно, слова, кончающиеся на ста, они как-то у нас ассоциируются с горными местностями Средней Азии. Вот, особенно вот рисунок 2. Рисунок 2, мне кажется, Димин. Рисунок, он ближе к определению, похожему на Кабистан, который придумал Бахыт Шурулаевич Кынжей. Да, у него есть похожее слово, только оно звучит не совсем прилично, но я тихо скажу. Он там придумал такую страну Кабистан. По-моему, это вот оттуда. Значит, вот этот рисунок, он, конечно, отражает суть дела, потому что очень печальный. Напев, явно это животное непонятного происхождения, видимо, из планеты странников, оно поет и при этом плачет. Это правильно, так и надо делать сегодня. Но, судя по всему, это вот его какая-то следующая мутация, потому что оно заплакало, а потом улетело, видимо, страшно. Это тоже годится. Значит, правильный ответ состоит в общем. Значит, Кабистан, который по-английски называется Кейпстан, это судовой ворот, на который наматывают главным образом якорный конок. Значит, он представляет из себя такой грибок, который вертикально, с вертикальной очерью укрепленный на палубе. И в этом грибке есть две дырки, одна напротив другой. И в нее вставляются большие длинные жерди. И когда команда, значит, должна поднимать якорь или подтягивать, например, судно к причалу, тяжелое, большое, они, значит, упираются в эти жерди, вставляются эти жерди в эти дырки и крутят этот самый Кейпстан. Интересно, что, я не знаю, знали об этом Стругацкий или нет, но это слово действительно, слово напев и слово Кабистан стоят рядом не случайно. Потому что существует даже такой жанр английских народных морских песен, которые были созданы моряками, которые пелись именно тогда, когда крутили вот этот самый Кабистан и вынимали якорь. Потому что там были лебедки, блоки, в общем, подъем якоря мог занимать несколько часов, если это было глубоко. И, ну, понятно, да, длина превращается в усилие. И вот они все это время пели эту песню, песни были красивые, протяжные, такие длинные. И этот жанр называется шанти. Шанти, это морские песни шанти, это от французского слова, но вот в английском фольклор не существует. Так что печальный напев Кабистана, очень уместное словосочетание. Ну, и если считать, что вот этот Кабистан вот тут изображен, то, наверное, он близок к истине, хотя там должно было быть четыре палки. Что там за смычок в середине торчит, я не знаю. Вот это, это про фактическое озеро. Я сейчас все поеду. Я не знаю, мне кажется... Значит, палки четыре. Вот одна, вторая. Вот она. А, вот эта, да? Вот эта и вот эта. А чего слово? А, это четыре. Вот тут, я не знаю. А вот это вот, это вот, на чашу, он вебет такой, стешень. Это город такой. По-моему, это, по-моему... А это веревка. По-моему, это яблокское яблоко, протя, протя, стрелами любви и уходящие в неизвестном. В общем, все победили. Ну, здрасте. А как ты, если ты жене будешь присуждать? Нет, жене я присуждать не буду. Я ее сам напою кофе. А если она рисовала... Значит, мне очень нравится, мне очень нравится птичка, которая поет и плачет. Поэтому я считаю, что она послужила ее по ряду причин. Отлично. Сделай, сделай, сделай. Да, следующий.